Добавка к пище, которая содержит Те или иные компоненты, которые должны употребляться Скорее всего, нам не хватает витамина D Ни витаминка не помогла, место приложения у организма было другое Мы плавно подошли к нашей конкретной сегодня теме витаминов То есть можно, в принципе, взять обычный кальций В листере, который у нас продают, да, это будет тот же самый карбонат кальция Но будет он стоить там в разы меньше Следующий у нас номер 8, который идёт с точкой Превышение средней суточной дозы идёт по некоторым показателям Там практически в 8 раз Это можно узнать путём сдачи анализа? Может, мы даже не узнаем, что это было связано с приёмом той или иной добавки Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом Я вот что-то витамин D пила, 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 а волосы не выросли Или там зубы посыпались Здравствуйте, это программа «Вопросы без очереди» Меня зовут Адель Хайрулина И здесь мы обсуждаем самые важные и интересные вопросы о здоровье И делаем это, как всегда, с ведущими специалистами различных областей медицины Сегодня у нас в гостях врач-акушер, гинеколог, эндокринолог Доктор с интегративным и превентивным подходом Сычоу Диана Рашидовна Здравствуйте Здравствуйте, Диана Рашидовна и руководитель клиники Когда мы приходим на приём к врачу, к любому врачу, в частности к врачу-гинекологу С какой-то проблемой или просто для профилактики Или при планировании беременности, то часто нам назначают анализы Которые определяют и показывают уровень витаминов и микроэлементов в нашем организме Я знаю, что это важно по разным причинам Поэтому сегодня как раз-таки предлагаю поговорить нам об этих причинах То есть о том, почему важны для нас витамины, микроэлементы, минералы и так далее О том, какие они сегодня есть, потому что на рынке их очень много О том, в чём разница между комплексными витаминами и какими-то отдельными элементами И самое главное, во второй части программы мы с вами даже сделаем разбор составов этих витаминов И научимся отличать, в чём вообще разница, потому что, как я сказала, их очень много Разные ценовые категории, разные производители В общем, посмотрим и расскажем всё нашим телезрителям Хорошо Я очень за для того, чтобы наши потенциальные пациенты, наши девушки и мужчины были максимально здоровы Я вначале, когда вас представляла, обозначила, что вы доктор с интегративным и превентивным подходом Давайте расскажем, что это за доктор, что это значит, потому что многие не знают Интегративный и превентивный, да, это как бы разные понятия, но и в том числе про одно и то же Превентивный значит профилактический подход к здоровью То есть мы смотрим организм как единое целое То есть не только гинеколог там своё смотрит или лорд-доктор смотрит своё А именно организм как систему и как один орган его заболевания могут отражаться на работе другого органа Или заболевания в том числе И, соответственно, обследуя пациента, мы пытаемся предугадать, какие, вероятно, могут быть проблемы И какие мы должны действия предпринять, чтобы это заболевание не случилось Либо то заболевание, которое есть сейчас здесь в организме, обострилось максимально через длительный срок Очень интересно, поэтому, я думаю, мы как раз попали в точку сегодня с нашей темой с витаминами Да, совершенно верно Скажите, пожалуйста, а что такое с точки зрения врача-гинеколога вообще женское здоровье? Что подразумевается под этим? Ну, если смотреть по определению Всемирной организации здравоохранения Здоровье это вообще благополучие и физическое, и духовное, и социальное То есть всё, что касается самого человека как такового И если смотреть тогда женщину, то это физическое, и духовное, и социальное здоровье женщины То есть во всех его аспектах, включая Не только, вот принято считать, что это только репродуктивная система, нет То есть это гораздо более всеобширное понятие То есть целый комплекс Да, но это вообще есть такое высказывание образовательных программ для гинекологов России Что здоровье женщины это здоровье нации Потому что от того, как девочка родилась, какое было её становление Как она забеременела, как носила беременность Зависит от того, кто у нас нация дальше потом родится Насколько здоровые люди будут и физически, и ментально Поэтому, в принципе, это всё Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день существует очень много чекапов И комплексных, ну или комплексных обследований, да, в клиниках То есть есть даже в лабораториях целый перечень Ты можешь оплатить, скажем, вот этот комплекс Который называется, скажем, женское здоровье Комплексное, базовое или расширенное Или обследование на что-то ещё Есть про мужское здоровье В общем, их сегодня большое множество Какое обследование вы бы рекомендовали делать каждому человеку Или каждой женщине в данном случае Для поддержания этого самого здоровья Что обязательно должно входить в этот комплекс минимальный? Если мы говорим вот прям про женщину, да Репродуктивного периода То обязательно раз в год, минимум раз в год Мы проходим осмотр на кресле Осмотр молочных желёз в том числе Включая кольпоскопию Когда мы в микроскоп смотрим состояние шейки матки Взятие мазков на онкоцитологию однозначно То есть на выявление предрасположенности Или наличие онкологии на шейке матки Обязательно УЗИ органов малого таза То есть это тот минимум, меньше которого делать нецелесообразно А дальше уже в зависимости от жизненных потребностей Репродуктивных планов Либо переменопаузального периода Добавляется ещё ряд обследований Допустим, если до 35 лет УЗИ молочной железы раз в год Мы рекомендуем После 35, всё-таки по показаниям Это уже может подключаться маммография Чем старше женщина-девушка Тем больше уже обследований Которые касаются не только репродуктивной системы То есть женских органов Там матки, яичников, молочной железы Но подключается уже туда И ЖКТ, и то, что связано с кишечником То есть всё шире и шире и шире Потому что с годами заболеваний мы в себе копим всё больше и больше Женщина, особенно в наше время, активная Много работающая, продвигающаяся по карьере Занимается и детьми, и домом, и всем остальным Ресурсов тратится много Поэтому мы, конечно же, в свои программы Включаем уже и витамины, и микроэлементы И обследование ЖКТ, и щитовидной железы Потому что чем более компенсирован организм Тем более работоспособна у нас девушка И тем более качественна её жизнь Мы плавно подошли к нашей конкретной сегодня теме Витаминов Вот, как я говорила в начале Сегодня не секрет, что сегодня существует Огромное количество всевозможных витаминов и БАДов На ваш взгляд, почему сегодня это так важно Актуально и востребовано? Или это было важно всегда, и мы просто не знали? Важно это было всегда, но отношение людей и жизнь Оно расставляет свои приоритеты Если даже брать, допустим, наших бабушек Которые жили в послевоенное время Глобально задачи были другие И требований к ним были, чтобы она смотрела деток Ходила на работу Не было такого, что женщина-карьеристка Она ведёт бизнес и всё остальное Соответственно, и энергоресурсы тратились другие Но плюс ещё и наши предки, они были всё-таки поздоровее Если углубиться в биологию, наши бабушки, прабабушки Они прошли естественный биологический отбор А если наши прабабушки рожали 10 деток То из них глобально-то выживали К репродуктивному периоду двое-трое Потому что медицина и её развитие Выжило насильственным образом Все, кто не должен был пройти Аппендициты Мы сейчас прооперировали Ребёночек выжил, живёт дальше И считается условно здоровым Но если брать, то в поле Аппендицит неоперированный, человечек не выжил Те же самые пневмонии Те же самые детские инфекции То есть просто наши предки пришли Биологические отборы И они могли пережить и блокадный Ленинград И ковид, и всё остальное А мы, поскольку нас выжили Да, неестественным образом Имеем в себе уже какие-то дефициты И нарушения Благодаря которым мы вот это вот всё Из еды не можем получить И всосать качественно Проблемы с ЖКТ Проблемы в генетике В нарушении обмена Ну какие-то другие множественные факторы Да, то есть и пища наша Она сейчас не такая качественная Она не содержит весь спектр Того, что необходимо человеку Но даже если опять-таки брать Там начало того и позапрошлого века В 35 лет женщина уже считалась Такой пожившей Да, и старородящей Да, и пожившей То есть уже её приближали К 40 годам к бабушке А в наше время это расцвет сил Мы не можем себе позволить Завязать платочек, да И ещё сказать, что всю жизнь На этом закончилась Соответственно, чтобы улучшить Качество и длительность жизни Нам просто необходимо это делать Скажите, пожалуйста, в своё время К БАДам было Мы все помним Неоднозначное отношение Хорошо это или плохо, да? Да, хорошо или плохо И вообще как-то всё это Очень сомнительно воспринималось Но мне кажется, это больше была Ассоциация в связи с такими Массовыми рекламами То есть БАДы рекламировали Разные компании Когда-то Сколько-то много лет назад И возможно в связи с этим Как раз-таки появилось Такое отношение к БАДам В чём мой вопрос? Что такое биологически активная добавка? Чем это отличается от витаминного комплекса? Вообще биологически активная добавка Да, вот если следовать по словам Что это некая добавка к пище Которая содержит те или иные компоненты Которые должны употребляться И добавляться к нашему ежедневному рациону Она может быть минерального происхождения Животного, растительного Но это именно добавка к еде А витаминами Просто мы привыкли называть витаминами Всё, что в баночках То есть БАД Это и витамины И микроэлементы И какие-то травушки-муравушки Всё, что мы положили в таблеточки В капсулки, в порошочек Всё, что мы можем положить в организм Это добавка к пище Поэтому БАД То есть БАД Это общее понятие То, что добавляется к еде Которое может быть и витаминами И микроэлементами И чем-то ещё полезным То есть в слове БАД Нет ничего страшного Это абсолютно нормально Просто это разные Немножко разные свойства И немножко разные составы БАД Это более комплексный подход БАД это общее понятие Которое включает в себе Всё остальное То есть витамин Даже по определению ВИТА с латыни Это жизнь Это то вещество Которое жизненно Необходимо организму Чтобы он жил И качественно существовал Также и микроэлемент Он тоже жизненно необходим Также и макроэлементы Белки, жиры и углеводы И вот это всё Что мы употребляем в еду Может быть биологически Активной добавкой Но это примерно как Опять-таки на примере машины Да Вот машина Может быть седан Лимузин Там трактор Но это всё машины Точно так же БАД Вот это всё Мы не можем К сожалению Получить столько витаминов Из еды Сколько можем получить Из вот этих самых баночек Но тем не менее Скажите пожалуйста Есть ли продукты Которые вы бы рекомендовали Вы же ведь ещё и нутрициолог Да Я не сказала вначале Которые вы бы рекомендовали Есть в большем количестве Не знаю Наверное Вот эта картинка Будет поудобнее Если мы берём организм В целом Да Как структуру Много споров до сих пор Что хорошо Что не хорошо Организм Ну так Исходя из моей личной точки зрения Да Как нутрициолога Человек Существо платоядное И мы состоим из белка То есть воду мы убираем Да Всё остальное белок И где уже участвуют Витамины Микроэлементы И всё остальное Для того Чтобы вот эта вся структура Работала так как нужно То всё-таки Большую часть рациона Должен составлять белок Животного происхождения Морского происхождения Растительного происхождения Но всё-таки белок И потом уже Правильные углеводы Жиры И клетчатка Насколько показывает практика К веганству Вегетарианству И к сыроедению Как правило Люди приходят А с годами Не потому что Они действительно Хотят кушать Только травку Или им жалко Тех кто с глазками Но это отдельная стезя Которую мы не касаемся Это свято Но потому что Они не могут Переварить адекватно Ту пищу Которую организм Должен употреблять Потому что По эволюции Человек Существо платоядное И для того Чтобы оно хорошо И правильно жило И существовало Ему нужна Вот эта плоть То бишь белок То есть основная часть Это всё-таки белок Будь то Грибы Орехи Злаковые Но всё-таки Мясо Рыба Есть по-моему Даже такая тарелка Правильная тарелка Да Правильная тарелка Я не вспомню соотношение Наверное Это 60 на 30 В зависимости от того Какая школа Превентивная Или нутрициологическая Там ещё идут Такие значит У нас обсуждения Вот человеку нужно столько Или человеку нужно столько Все люди разные И невозможно сказать Что вот тебе Вот только 60% белка А вот тебе только 30% А есть люди Метра 55 Ростом И они абсолютно здоровы А есть люди Метр 85 Ростом И они тоже Абсолютно здоровы Но потребности У организма раньше Поэтому вот этому Человечку белка Нужно больше Потому что у него Мышцы коленки больше Они быстрее изнашиваются А вот этому человечку Можно поменьше И потом кто-то работает Тяжёлым физическим трудом Кто-то офисным Конечно же Это соотношение Тоже будет меняться То есть всегда нужно смотреть По человеку По его деятельности По состоянию его ЖКТ И жизненных потребностей Ну то есть если подытожить Главное Это не какой-то Конкретный продукт Ну скажем Морковь Или творог И вот его нужно Побольше добавлять в рацион А главное Это побольше Это всегда разнообразие Чем более разнообразнее Наша пища Тем более Большее количество Необходимых нутриентов Получает организм Потому что у нас Вот как правило В каждой семье Состав продуктов Он один и тот же То есть где-то 15 Максимум 15-16-17 блюд Наша задача Расширять этот рацион Потому что Часто в дефициты Мы проваливаемся Именно из-за скопости рациона Вот кто-то говорит Мы в семье никогда не кушаем говядину Мы там никогда не кушаем рыбу Или ещё что-то И по анализам Даже когда семья приходит На ведение превентивно-нутритивное Видно, что и дефициты Примерно у всех одинаков Потому что все питаются С одного стола То есть чем шире рацион И в плане белка Мяса, морепродуктов Злаков и овощей Тем лучше состояние организма То есть тем больше шансов У организма Взять из этого Всё, что ему необходимо Для построения Спасибо за такой расширенный Понятный ответ Скажите, пожалуйста Можно ли переборщить С приёмом витаминов Ну, например Зима Нам не хватает солнца Мы не так много времени проводим на улицу Скорее всего Нам не хватает витамина D Поэтому я пойду И пропью самостоятельно Витамин D 5 тысяч, например Каждый день Ещё как Ещё как можно Потому что изначально Когда человек что-то хочет попить И себе улучшить И он не знает Каковы исходные показатели Можно напить Прям вот напить Себе достаточно хорошую проблему Но в том плане Что говорят Я вот что-то витамин D пила Пила, пила А волосы не выросли Или там зубы посыпались Да Либо ещё что-то То есть нужно всегда Изначально знать Что мы делаем Либо этот витамин Или микроэлемент Начнёт конкурировать с другим Либо он начнёт откладываться Куда-то не туда Но есть люди Которые всегда будут пить У них всегда будет хорошо Потому что у них хорошо работает детокс У них хорошо работает обмен И если человек изначально Не знает своих тонкостей То лучше конечно же Такого не делать Либо же Вот есть сейчас На видении у нас пациента Которые где-то живут И в Европе И на Западе И в других странах Нужно следовать указаниям на баночке То есть если ты не знаешь Что у тебя сейчас организм И ты берёшь баночку Значит ты смотришь Что рекомендовано Приём столько-то Столько-то По времени Допустим месяц То есть производитель Изначально закладывая Сюда эти дозировки Предполагает Что если вы попьёте В данной дозировке Месяц То плохого Скорее всего С вами ничего не произойдёт Но это скорее всего То есть ответственность В любом случае Лежит на плечах Употребляющего Этот продукт Значит ли это В таком случае Что нам нужно Обязательно Сдавать анализы Перед тем Как мы решаем Пропить какие-то БАДы или витамины Да А если это комплексы А если комплексы В любом случае Что бы вы не хотели В себя заложить Нужно всё-таки знать Ну На примере Тех же 50 яиц Если вы скушаете их Вы знаете Что у вас ЖКТ Спасибо вам не скажет Либо будет какое-то обосрение Либо там Ну ЖКТ на это среагирует Нехорошо Да С витаминами Это может быть Со временем Не так ярко выражается Но эти проблемы Вылезут потом В чём-либо Может мы даже не узнаем Что это было связано С приёмом То или иной добавки Причём Не потому что Добавка плохая А потому что Человек не зная Сам себе Навредил Если мы знаем Что светофор красный Мы дорогу не переходим Да Потому что мы знаем Нельзя Тебя могут сбить Здесь вот то же самое Если мы видим В анализе некоторый показатель Мы понимаем Что вот это Можно пить столько-то В такой-то дозировке В такой-то длительностью Но Если было такое-то Состояние ЖКТ Костей Там Анализов И прочего То есть ответственность Опять же полностью На нас И то что Эти баночки продаются В принципе без рецепта Да Это Здесь Больше юридический вопрос Да Для того чтобы Продавать их по рецепту Производителю нужно Зарегистрировать его Как лекарственное средство То есть тут Исследование С долгими годами На большом количестве людей Но опять-таки Производители БАДов Молодцы В том плане Что они хотят Сделать это доступным Да То есть не всегда Для того чтобы Просто поддержать себя Потому что у тебя соревнования Активная жизнь Да Нужно бежать врачу И вот это все сдавать То есть просто Доступность для нас Что да Мы сможем идти И это купить Если мы знаем Что мы вот это принимали И попьем месяц И с нами ничего плохого Не произойдет Бывает такое Что витамин в комплексе Да Как мы уже сказали Бывает это Как отдельный элемент Например витамин С Либо комплекс Который состоит Витамин А, В, С Чем они в таком случае Для потребителя Отличаются И в каких случаях Врач может назначить комплекс А в каком случае По отдельности Их нужно бить Потому что бывает Ведь такое Ты смотришь упаковку Мы обязательно Чуть позже Наверное Начнем наш разбор Уже Я думаю Не терпится нам Всем это сделать В каких случаях Врач назначает комплекс А в каком Может назначить Те же самые Скажем витамины Но по отдельности По отдельности Ну на примере Как я это допустим Делаю Спектр анализов Может быть как базовый Там общий анализ крови Чуть-чуть витаминков Чуть-чуть микроэлементов Либо просто базовая биохимия Соответственно Опираясь на эти Скажем там 10-15 показателей Можно сделать вывод Но чуть сложнее Допустим По общему анализу крови Предположить Выраженный ли у человека Дефицит цинка И какую рассчитать Дозировку Достаточно сложно И конечно Проще будет Если будет дополнительный Анализ крови На данный микроэлемент Если такой возможности нет То конечно Я понимаю Что у человека Сейчас соревнования Еще что-то Он вышел из ковида Я дам Вот этот комплекс Который содержит Всего и по чуть-чуть Потому что Организму нужно Вот это все Но опять-таки Опираясь на анализ крови Где мы уже можем Предположить Здесь вот анемия Плюс с недостатком белка Плюс с недостатком Витамином В12 И фолиевой кислоты То конечно же К этому комплексу Будут еще отдельные Витамины И микроэлементы Потому что Комплекс не может Перекрыть Тоже всей потребности Все комплексы Состоят из Н-ного количества Витаминов И микроэлементов В Н-ной дозировке Причем в одном комплексе Два витамина Десять микроэлементов В другом комплексе Два микроэлемента Десять витаминов И уже исходя Из потребностей Данного конкретного Пациента И его задач Будь то Репродукция Пременопауза Поступление в университет Мы уже и составляем Вот эти вот Схемы Индивидуальные схемы Как выбрать Витамин для себя То есть Опираясь ли на стоимость Опираясь на состав Как научиться Это делать Что нужно знать При самостоятельном Выборе Витаминов Не ориентируйтесь На стоимость Вот это точно Поскольку Производитель Может находиться В России Вот где-то там В центральной части На Владивостоке Гипотетически Даже здесь В Уфе Так и в Европе И где-то там За океаном По обе стороны Соответственно Стоимость Продукта Как и любого Другого Который Находится на рынке Складывается Из сырья Из баночки Пластиковая Или железная Из рабочей силы Плюс Из логистики То есть Если мы берем Те же витамины Микроэлементы Которые производятся Здесь у нас В Уфе И примерно То же самое По составу В такой же баночке Где-то за рубежом Стоимость будет Отличаться В 2-3 раза Только потому Потому что Ну не нужно Витаминку из Уфы Везти куда-то Она вот здесь Уже лежит Хотя в других Регионах России Она будет гораздо дороже Именно за счет логистики Поэтому нет Не цена Не цена Мы ориентируемся Именно на состав Который нужен вам Здесь и сейчас На дозировку И на форму То есть Если исходя Вот из формы Да Есть Хилатные формы Органические Неорганические Если вы молодой человек Относительно Здоровый Да Он В отличие от девушки Там Не теряет кровь Ежемесячно Да Такой классический студент У которого Отлично работает ЖКТ Он может взять себе Такие Витаминки Нехилатные формы И с большей долей Вероятности Они его усвоятся И будет по цене Это достаточно недорого А что значит Нехилатные формы Нехилатные Есть органические Есть неорганические Есть соли В таком случае Я предлагаю Перейти к нашему Разбору У нас сегодня На столе С вами Много Таких разных Баночек Это абсолютно Разные производители Разные Ценовые категории Это и комплексы Это и отдельные Витамины Вот эту баночку Здесь у нас написано Вроде Очень классный Производитель Замечательной Претензий К нему нет Здесь у нас Сочетание Кальция Магния Цинка И витамина Д Но Если мы посмотрим То тут у нас Кальций В виде карбоната То есть можно В принципе взять Обычный кальций В блистере Который у нас Продают Это будет тот же Самый карбонат Кальция Но будет он Стоит там В разы меньше Здесь у нас Магниооксид То есть это Неорганическое Соединение Это соли И всасываемость Его в ЖКТ В разы меньше Нежели в хилатной В органической форме То есть если здесь Сосется 10-15% То хилатное Соединение Где-то будет От 70 до 80% Соответственно Если мы живем В категории 35+, Где и кислотность Не такая ЖКТ работает Не так И вообще там Ближе к пенсии Скажем так Да То препарат С большей долей Вероятности Не сработает Не потому что Препарат плохой Потому что ЖКТ другое То есть оно Не в той форме Опять-таки На примере бензина Есть 72 Есть 92 Есть 100 То есть если Ничего нет Мы можем поехать Конечно на 72 Но лучше все-таки Солочку залить Примерно так А вот смотрите У нас есть номер 3 И номер 7 И там И там Омега Я так полина Вот у нас Номер 3 И номер 7 Вообще Я читала Что в Омеге Очень важный Такой показатель ЭПГ ДГК Да Это два Основных Да Два основных Компонента И в сочетании В общей массе Они должны быть Примерно грамм То есть на среднестатистического Человека В 70 килограмм Метр 70 Ростом Профилактическая дозировка 1 грамм То есть если мы складываем Два этих показателя Получился примерно грамм Ну там 920 1100 Не суть Да То это хорошая дозировка И там И там Как я сказала Омега Но цена У них Абсолютно разная То есть Опять-таки Где закупали сырье Где находится Производство Откуда везли И где он продается В аптеке В спортпите На сайте Хорошо Что мы можем сказать Есть ли у них Разница В их составах Или это абсолютно Практически идентичные То есть клинически На своем самочувствии Вы это никак не ощутите Вероятно В анализах Через несколько лет Ежедневного приема Разницы и будет Но скорее всего нет У нас есть номер 2 Это витамин С Он называется Витамин С Что мы в целом Можем сказать Про витамин С Он такой По-моему Популярный Сейчас он В разных видах Есть и шипучий И Абсолютно разный Да Вот про витамин С Кстати На его примере Можно очень наглядно Показать Что витамины Как лекарственная форма Или как БАТ Вот тот же витамин С В ампуле Но это лекарственная форма Потому что мы вводим Его внутримышечно Или внутривенно То есть вы его можете Купить только в аптеке Тот же витамин С В баночке Может продаваться И в магазине И в аптеке И как за рубежом Там не знаю Даже на заправке Потому что он именно Идет как добавка Просто есть фирмы Которые очень очищенные Формы продают Есть которые не очень очищенные Это тоже кстати Может отражаться На стоимости в том числе Витамин С Очень важен организму Но когда вы покупаете Допустим Даже на любой баночке Заявлена там Такая-то Такая-то дозировка Написано Тяжело Условно Тысячу миллиграмм И на обратной стороне Здесь всегда написано Содержание В одной В двух Или в трех капсулах Соответственно Когда вы покупаете То что здесь написано Допустим 400 миллиграмм магния Или здесь написано Тысячу Вы должны посмотреть Скольки таблеток Потому что очень часто На этом пациенты путаются И думают Что они пьют Одну дозировку А получают Гораздо меньше То есть это уловка Производителя Производителя Именно на это У нас есть номер 4 Это Он тоже представлен В виде комплекса Обожаю его Не буду говорить Кто Но прям люблю Этот комплекс Да, правда? Да Не всегда То что нам даже кажется Те же неорганические формы Работают плохо Это зависит еще И от технологии Технологии производства Таблетки или капсулы Да Есть вот производитель Где там Все скинул В одну кучку Намешал Намешал И все это Расформовал Да Как всосалось Так и всосалось Замечательно А есть производители Которые используют Технологии Когда один витамин Микроэлемент Наслаиваются Друг на друга И соответственно Всасываемость В различных отделах ЖКТ происходит Так как она должна Соответственно И работает Этот препарат Намного лучше И вот как бы Мы не можем Мы не будем говорить Не ругали этот препарат Проверено Многими годами Уже Моей личной практики Что он Прекрасно работает То есть Российский Несмотря на то Что он относительно Недорогой Это не показалось Российский Фармкомплекс На самом деле Очень классный У нас Очень много Разработок Это просто Наше Какое-то Российское Проубеждение Что где-то Там лучше Нет Наша фарминдустрия Очень строгая Почему У нас Боды Появились Достаточно Позже Нежели В других Странах Именно потому Что они Не могут Пройти Наш фармконтроль Наша страна Четко следит За тем Что попадает В организм К нашим потребителям Может поэтому И осложнение Слава богу Меньше Я вот сейчас Очень переживаю Что вот эта Доступность Как раз таки Может привести К волне Тому Что вот эта Доступность Приведет К каким-то Последствиям Без рекомендации Врача Многие спортсмены Сейчас пьют То есть люди Кто занимаются Какими-то видами Спорта Или фитнесом Много В большом количестве И они Как раз таки Покупают Те самые Спортивные витамины Кстати Один из них Вот номер 13 Они Это серия Для мужчин Что мы можем О них сказать Есть такая же Для женщин Вопросы два Что относительно Состава И Если у нас Огромная Физическая нагрузка Мы все-таки Сами можем Себе их прописывать Или все равно нет Можем Но опять-таки Нежелательно Месяц Два Три Дальше Могут быть проблемы Кстати Вот сейчас Волна вот этих Спортсменов Которые Что-то себе Уже напили Стали приходить К нам Превентивным докторам Потому что Что-то они напили А нам теперь С этим нужно будет Разбираться Достаточно долго Потому что Кажущаяся Кажущаяся Безобидность Да Она может привести К каким-то последствиям Состав Ну Мне очень нравится Состав Очень хороший То есть Основные Базовые Витамины Микроэлементы Плюс еще Биологически Тут У нас добавлены Аминокислоты Растительные Компоненты Очень классно Крутой комплекс Единственное Что допустим Здесь Достаточно Хорошая Дозировка Да И тут вот Превышение Средней Суточной Дозы Идет По некоторым Показателям Там практически В 8 раз Как здесь заявлено Это содержится В 3 таблеточках Да И написано Что длительность Приема Определяется Вашим Докторам То есть Вы обязаны Проконсультироваться С вашим Консультантом По питанию То есть В принципе Производитель Себя обезопасил Да Что если вы не знаете Только доктор По вашим анализам Может сказать Сколько вам Вот это можно пить То есть Если пить Вот в этих Дозировках Которые находятся Вот как здесь Написано Больше 3 месяцев То мы Имеем риск Получить Гипервитаминоз По некоторым Проказателям Они просто Начнут конкурировать С другими То есть Они займут Рецепторы Этого витамина Другой туда Просто не сядет А к чему Например Может это привести Ну вот Не знаю Топ 3 Известных Самых видов Последствий От наиболее Популярных Приемов Витаминов Когда Лечили Выпадение Волос Но оно Не прекратилось Да То есть Это не последствия Да То есть Просто не перекрытие То проблема Которая есть Потому что Многие думают Что волосы Это кальций Витамин D Волосы Это кератин Кератин Это белок Коллаген Это же Ведь даже есть Витаминки Где написано Волосы Ногти Что-то еще Да Написано Да Но мы-то Как доктора Знающие Понимаем Что если Белка В организме Не хватает Волос Не вырастет Волосы Это как раз Как показатель Некого благополучия Или неблагополучия Потому что Содержать волосы Организму Очень трудно Энергобелково затратно И между Коленками Сердцем Или нашим Головным мозгом Он конечно же Выберет эти главные органы И начнет сбрасывать волосы Просто говорит Мне что-то не хватает Все До свидания То есть волосы Это не кальций Это не кальций Это кальций В том числе То есть основа коллаген А потом уже на него Наслаивается все остальное Поэтому просто попив кальций Если действительно В организме была Проблема с кальцием Мы вероятно Получим эффект Но если они угадали То мы эффектно не получаем Почему Рождаются мифы Я пила Не помогло Ни витаминка Не помогла Место приложения У организма То есть условий Очень много Очень Очень индивидуально Так же как в машине Если все будет И колеса И бензин Но мы сольем масло Она тоже никуда не доедет Так И у нас есть Еще несколько баночек Вот шестой номер Например Это тоже бат Кальций Магний Цинк Это очень известное Сочетание По-моему Собственно Как и вот здесь А для чего Напомните пожалуйста У нас кальций Магний Цинк Обычно назначается Назначаем мы Как правило Для улучшения Костно-мышечной Системы Но Это такой Опять таки миф Нам кальций и магний Нужны и для мышечной Проводимости И правильной Сократительности Их способности В том числе И для энергообмена В клетке В том числе Потому что В любом Организме В любой клетке Каналы Которые пропускают Всякие Жизненно важные Вещества Они тоже Включают кальций Магний То есть Если не будет кальция В клетке То вообще Обмен в клетке Как правило Невозможен То есть Он нужен В принципе Для всего Не только Для косточек Что можем сказать Об этом составе Тоже довольно известный Бренд И по-моему Его часто Это как раз таки Состав Неплохой Но опять таки Мы смотрим Здесь кальций Тысяча миллиграмм В трех таблетках То есть Мы получим Тысячу миллиграмм кальция Употребляю Три таблетки В сутки Но здесь есть И карбонат И глюконат И цитрат Глюконат Цитрат Шикарно Но мы не знаем Соотношение Может там 90% карбоната И 10 цитрата То есть Производитель не пишет Не всегда То есть Вот на такую уловку Тоже можно попасться Поэтому важно Понимать И видеть Вот этот состав То же самое Магния 400 миллиграмм В трех таблетках Шикарно Но и оксид И глюконат И цитрат Вот у меня Как у доктора вопрос А сколько там оксида Сколько цитрата То есть Какой большей долей Вероятности Оно всосет То есть Это все-таки Для молодых И здоровых Либо это все-таки Средний возраст Относительно здоровый Либо если Скажем Это уже ближе К категории 60 Я бы сказала Ну нет Давайте Пожалуйста Посмотрим Что-то более органическое С большей биодоступностью Но неплохо Витамины И БАДы Для каждой Возрастной категории Тоже свои Может быть И очень-очень Здоровый Возрастной человек Который всосет И оксид И карбонат И любую другую форму Это зависит От состояния Организма ЖКТ И его ферментативных систем Кто-то Кто-то уже С новорожденности Не в состоянии Впитать Эти простые формы Кто-то Это можно узнать Путем сдачи анализов Анализы Обследования ЖКТ Бывает иногда Что кажется Человек здоров Мы ему назначаем Относительно простые формы И по итогу Видим Что нет Не срабатывает Начинаем уже Искать более детальные Находим какие-то Изменения И назначаем Поэтому мы любим назначать Просто сразу В хорошей активной форме Чтобы не гадать Сработало это У данного человека Или нет Спасибо Следующий у нас Номер 8 Который идет С точкой Ага Вот этот Это тоже витамин С Мы про него говорили Но конкретно Он с экстрактом Шиповника Вот иногда Производители Пишут Что добавляют Какие-то экстракты Насколько это важно Экстракты Это очень хорошо Это помогает Усваивается С большей долей Вероятности То есть Это как раз Таки Те органические Соединения Которые Обладают Большей биологической Доступностью То есть Которая всосется Больше Если он будет Обычным элементом Да Да Именно И форма В данном конкретном Аскорбат Это очень хорошо То есть Это прям хорошая форма Аскорбата Отлично У нас есть Девятый Такой комплекс И кстати говоря Вот мы заклеили Производитель Но там было Крупно написано И на сайте Кстати тоже Что перед употреблением Проконсультируйтесь С врачом В работе Девятого цикла Это вот наши Референсные значения Которые должны быть У человека Но опять-таки Кто-то метр И потребности У каждого организма То есть Это на средний показатель Вполне себе Неплохо Но действительно Через энное количество Времени Лучше проконсультироваться Потому что Даже дозировка Цинка Несмотря на то Что хорошая Доза Да Форма Доза Я бы сказала Маловато И спортсмену Она Особенно В период простуд Может не перекрыть Эту потребность Комплексы Хороши тем Что Мы не можем Действительно Проверить Все-все-все Витамины И микроэлементы Вот абсолютно все И это И ни к чему И безумно дорого И когда мы берем Минимальный комплекс Который содержит Как я говорю Всего Но по чуть-чуть И на него Уже по анализам Даем дополнительно Кому-то цинк Кому-то селен Кому-то магний Потому что Изначально Кого-то родили С дефицитом Того же селена Мы восполнили Все дальше Он на этом Уже будет Длительно существовать Сам У кого-то был ковид Он потерял железо С магнием Мы ему дали К этому комплексу Еще дополнительное железо Потому что Из комплекса Все хорошо Абсолютно одинаково Всосаться не может Я предлагаю Остановиться В заключении Еще на нескольких Комплексах Раз мы заговорили Про фолиевую кислоту Вот у нас В коробочке Номер 10 Тоже комплекс Для чего нужна Фолиевая кислота И как Часто назначается Женщинам Ошибочно Назначается только Женщинам Да Просто принято Всем говорить Что фолиевая кислота Нужна для Правильной закладки Нервной трубки И прочее Прочее Но Фолиевая кислота Нужна Каждой клетке Живого организма И мужчины И женщины И мальчика И девочки Потому что Она работает Как сшивка В молекуле ДНК Да Есть аминокислотные Оставки И для того Чтобы их между собой Сшивать Вот как раз таки Фолиевая кислота И нужна То есть Что мальчик Что девочка Мы Живем Существуем Одинаково То есть потребность У нас Одинаково Просто в период Планирования беременности И роста Нового организма Внутри женщины Эта потребность Увеличивается И в связи с тем Что у женщины Есть ежемесячные потери Эта потребность Увеличивается Но опять таки Не всегда То есть Поэтому Делается акцент На фолиевой кислоте Для девочек Она тоже бывает разная Она тоже бывает разная Она бывает активная Бывает неактивная Опять таки Взять генетику Сдать и посмотреть У тебя есть нарушение Фолиевого цикла Или нет Можно Особливо Если есть А в роду Инсульты Инфаркты Какие-то там Тромбоосложнения Для того, чтобы понимать Что тебе нужно Пожизненно принимать Фолиевую кислоту В активной форме Все-таки Хотя бы раз жизнь Но для этого Надо опять-таки Дойти до доктора Если не знаете То да Берем вот этот состав Здесь фолиевая кислота И в активной форме И в обычной форме В среднестатистической дозировке Опять-таки По опыту могу сказать Поскольку мы Девушка Которая состоит У нас на учете Начинаем под тем же Витамином группы В Практически каждый месяц Смотреть То даже бывает Вот эта дозировка Она не перекрывает Необходимую И мы еще Дополнительно назначаем Тот же Йод В неплохой дозировке Но как правило Не хватает Особенно у кого есть Проблемы с щитовидной железой Тоже Железо Да 10 мг Хорошее профилактическое Но опять-таки Тут не прописана форма железа Да Вот у меня вопрос Может быть Если дальше поковыряться Если дальше изучить состав Там будет указана форма Но для перекрытия Необходимости Когда начинается Закладка сердечка На ранних сроках Я бы сказала Что дозировка маловато Поэтому мы берем комплекс В который что-то есть И к нему еще дослаиваем Но это хотя бы Для девушки Которая пришла Узнала Что она беременная Взяла в аптеке Начала принимать Уже хорошо Потому что пока дойдешь До доктора Это проходит как минимум 2-3 недели времени Чтобы человечек Получать Слушать необходимое Это здорово И заключение У нас 11 номер Это как раз таки Железо Которое тоже нам По-моему Многим не хватает Часто Очень многим Очень часто И мальчикам После ковида В том числе Как оказалось Наш российский Производитель Я всегда очень горжусь Я патриот На самом деле И очень горжусь Нашим фармрынком И цена на этом Отражается В плане уменьшения В том числе Здесь как раз таки Хилатная форма То есть Если мы пьем Этот препарат Если нет противопоказаний Утром натощак То биодоступность Доходит до 80% То есть 80% Из этого железа Сосутся 20 мг Хорошая дозировка Но вот с железом В том числе Можно хорошо И быстро Перепить То есть Если Написано Что принимать В такой-то дозировке Месяц То Значит месяц И дальше обязательно Нужно контролировать Его в организме По анализам Хочу задать такой вопрос Мы с вами Несколько раз Сегодня возвращались К тому Что важно Какой срок Какой период Написан на этикет Если написано Месяц пить Нужно пить Месяц В таком случае Сколько работают Витамины То есть Какие перерывы Обычно нужно делать Это Пьется комплекс Раз в год По назначению врача Если Берем Среднестатистического Человека Со средней Интенсивностью То это Минимум Два раза в год Допустим Та же весна Да И глубокая осень Когда идет Активный сезон Простуд Какие-то Сдачи анализов Те же болезни Перелеты И переезды Минимум Два раза в год Комплекс Пропить Можно И даже Нужно Диана Рашидовна Спасибо вам большое Сегодня За интересную беседу Если у вас есть Какие-то рекомендации Или пожелания Для наших телезрителей Ваших пациентов Или потенциальных пациентов То их можно озвучить Скажем так Подытожить Наш сегодняшний выпуск Что нужно знать Человеку Женщине Прежде всего Поскольку мы сегодня Говорили про женское здоровье Относительно Витаминов И их приема Во-первых Я бы хотела пожелать Конечно же Здоровья И физического И душевного И социального Потому что От здоровья И душевного состояния Женщины В этом мире Ну зависит практически все Как чувствует себя Мама дома Как чувствует себя Бабушка дома Как девочка дома Да Все равно Женщина создает И в доме И на работе И везде Доброту Несет с собой Красоту И все остальные Положительные эмоции Естественно Это здоровье Это старое высказывание Что здоровье Нужно беречь С молоду Но это действительно так Если ты уже На этапе становления Относился к себе Небережно Растерял все Необходимые вещества Которые нужны были Для репродукции К сожалению Не всегда возможно Потом это восстановить Этим нужно заниматься Своевременно И на это Должны обращать Внимание родители То есть И девочек Отводить гинекологу Нужно тоже с рождения Именно для профилактики Потому что Когда уже Начинаются проблемы Нам бывает Их порой сложно лечить Всегда проще Предотвратить И профилактировать Нежели потом Заниматься уже Глобальным лечением С операциями С действительно Приемом лекарственных средств Когда мне говорят Вот я буду пить По 5 витамина Каждый день пожизненно Но если у нас Родились с таким Обменом веществ Лучше мы будем Это пить пожизненно Мы же машину Каждый день заправляем Когда нужно ехать Но будем при этом Жить долго Счастливо И качественно То есть если требуется То да Не нужно этого пугаться Главное Найти своего доктора Кому вы верите Кому вы доверяете Потому что доктор Становится ведь Как член семьи Для того чтобы Выполнялись рекомендации Вы должны его слышать И вы должны ему верить Приходить вовремя На профилактику На обследование Пусть Нет возможности Сдавать там Все возможные Витамины Микроэлементы Но вот эта база Осмотр Плюс рекомендации Врача По базовым анализам Это обязательно ежегодно Тогда с большей долей Вероятности Вы будете здоровы Счастливы Глазки будут сиять Улыбаться И все у всех будет хорошо Спасибо вам еще раз За интересную беседу Я прощаюсь С нашими телезрителями Хочу отметить Что вы как всегда Можете писать Свои отзывы Предложения Пожелания По нашему Неизменному номеру Редакции 8969-610-1010 Я благодарю вас За внимание Увидимся В следующих выпусках Всего доброго И до свидания Отлично Мне очень понравилось Спасибо еще раз Я надеюсь Что было понятно Незамудренное А вы сказали Утром пить Самая лучшая Биодоступность Если позволяет ЖКТ Я решила В интернете Прочитать Господи боже мой Я удивилась Приятно удивилась Добавляем вот это А потом у нас Оказалось Что у нас Дискинезия И пошли камни Это нам нельзя Мы ставим Теперь вот это И это происходит В организме Все время Субтитры сделал DimaTorzok Дискинезия